Граждане России В территории Ульяновской области не было ни одного территориального общественного самоуправления. Куда лучше дела обстоят сейчас? Сегодня в области насчитывается 95 ТОС, из них в Ульяновске 68, в том числе 56 зарегистрированных в качестве юрлица. Для более продуктивной деятельности, для улучшения качества работы каждого из ТОС, для взаимопомощи, обмена опытом, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил объединить все самоуправления в единую ассоциацию. Региональную ассоциацию территориального общественного самоуправления. Потому что у нас есть огромное желание. Если этот год посвятить развитию территориального общественного самоуправления, то я считаю, что это одна из самых правильных, самых верных форм управления своей территорией. ТОС является одной из важнейших составляющих системы местного самоуправления, которое представляет собой добровольное объединение граждан с целью решения имеющихся на конкретной территории проблем. Но, как говорится в русской пословице, краснорать воеводую. Так возглавить ассоциацию и стать ее председателем взял на себя ответственность Владимир Сидоров. Что такое ТОС? Странное название, непонятное. ТОС. Начал разбираться, длился в компанию и понял, что ТОС – это действительно тот инструмент, которым можно изменить свою жизнь. Практика развития ТОС в нашем регионе неоднократно была презентована в рамках различных мероприятий областного и федерального уровней. Так, в феврале 2016 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд ТОС, который объединил почти 350 участников из 46 субъектов Российской Федерации. В ходе мероприятия обсудили проблемы развития данного общественного движения и пути их решения. Все предложения делегации от Ульяновской области нашли свое отражение в итоговой резолюции, а ТОС «Родник», «Волга» и «Прогресс» стали победителями в номинациях «Лучший городской ТОС», «Отличник ТОС движения» и «Лучший председатель ТОС». Работа ТОС ведется сразу по четырем направлениям – социальная, культурно-массовая и спортивная работа, а также благоустройство и обучение. Изменения везде, изменения во всем, изменения, которые невозможно скрыть. Они на виду у населения и они для населения. Надо объяснять, что мы помощники и администрации, и населению. Поэтому создалась ассоциация, чтобы помочь, объяснять людям, что такое ТОС, развивать его в области, чтобы и в городе помогать, и в области помогать. Всего за год существования ассоциация ТОС успела внести значительный вклад в популяризацию движения ТОС в регионе. Созданы сайт ассоциаций и презентационный фильм. Проведены просветительские семинары по вопросам создания и деятельности ТОС в муниципальных образованиях Ульяновской области. ТОС ведут постоянную планомерную деятельность по развитию дворового спорта, созданию и благоустройству парковых зон и многое другое. Говорим о прошлом, говорим о настоящем, но не стоит забывать и о будущем. В 2017 году планируется реализовать проект «Безопасный город». Это установка нескольких десятков дополнительных видеокамер во дворах города. Региональная ассоциация ТОС ставит перед собой задачи разной сложности, решает вопросы, касающиеся каждого, смотрит вперед и видит цели. Выработана долгосрочная стратегия развития движения ТОС для инициативного решения насущных проблем и отдельных вопросов местного значения. Региональная ассоциация ТОС ставит перед собой задачи разной сложности, решает вопросы, касающиеся каждого, смотрит вперед и видит цели. Региональная ассоциация ТОС